всем привет ребята и с вами как всегда юрий код мы играем скреп механик и вон там вот вдалеке если идти прямо у нас находится очередное творение от пользователя с ником tx и ссылочку на него на его страничку вконтакте как всегда оставлю в описании он сегодня на обзор нам предоставил в общем-то как и всегда нечто невероятное сейчас мы подойдем поближе и вы увидите эту отличную машинку друзья да смотрите как она эпично выглядит это мусоровоз он очень реалистично сделан вы только посмотрите на эти зеркала на эту радиаторную решетку там у нас даже есть двигатель фары бампер отбойнички все вот эти колесики и естественно самое главное достижение этого транспортного средства для перевоза мусора это его кузов и вот этот рычаг который берет мусорные ящики также у нас есть и сами мусорные ящики в которых есть мусор но возникает как вы понимаете определенная проблема давайте начнем с мусорников я покажу вам их как они у нас реализованы значит есть у нас лапа которая опускается опускается она вот в эти пазы из двух кубиков из двух клеточек зажимается раздвигается потом у нас лапка я потом когда сяду за руль этого грузовика я вам покажу как это все реализовано раздвигается у нас лапа зажимает ящик в общем система захвата контейнера мусорного она необычная не такая как мы все привыкли видеть типа подъезжают такая рука и с двух сторон сжимает ящики потом его поднимается нет она сделала немножко по-другому в эти две клеточки вставляется лапка разжимается по бокам зажимая тем самым контейнер поднимается и в общем то все это высыпает но как я говорил движок игры он не совершенен я прекрасно понимаю что я не очень хорошо разбираюсь в игрушке я неоднократно говорил о том что я с вами друзья и не спорю я говорю о тех подписчиках которые пишут мне в комментариях о том что я никогда не соображаю в этой игре я не знаю как здесь все устроено что здесь происходит и вообще как я сюда попал и где мои вещи и друзья мои я с вами и не спорю нет у меня времени из-за работы разбираться с игрушкой поэтому я предлагал брать ваши вот эти вот машинки дома ракеты вашей конструкции которую вы изобретаете и предоставлять на обзор естественно все по вашему желанию никто никого не заставляет а тикси это естественно понимает и собственно мы сегодня на обзоре видим этот замечательный мусоровоз так давайте теперь осмотрим машинку возьмем наш коннектор и посмотрим что здесь вообще происходит ну как с колесами все понятно никаких особых там нет у нас амортизаторов все достаточно просто устроена есть поворотный подшипник для кузова есть поворотный подшипник для открывания борта этого самого кузова для того чтобы высыпать мусор и все по умолчанию как говорится открывающиеся двери но но не все так просто давайте для начала осмотрим некоторые два момента которые у нас не привязаны к рулю во первых есть вот такая вот у нас потайная кнопочка при нажатии которой у нас откидывается кабина как у настоящего грузовика мы видим что здесь есть у нас двигатель посмотрите как классно он реализован тикси реально заморочился за что ему огромное спасибо мы видим практически настоящий двигатель как у обычной настоящей машины круто это выглядит все классно сделано в общем насколько я понимаю автор всего творения решил добиться максимального реализма и я считаю что у него получилось если вы со мной солидарны друзья конечно же ставьте лайк я думаю всем от этого будет только лучше если вы понимаете о чем я говорю кабинку мы закрываем нам больше она не нужна и есть у нас тут скрытая панелечка давайте посмотрим что она из себя представляет во первых хотелось бы изначально сообщить вам о том что все все управление открывания кузова откидывания борта борта заднего и управление рычагом подвязаны к рулю мы к этому еще конечно же дойдем но я хотел бы также вам показать у нас здесь есть вот такая секреточка это ручное управление управление мы нажимаем на эту кнопку и нажимаем на нижнюю кнопочку справа у нас откидывается вот такая вот панелька при помощи этой панельки мы конечно же можем управлять всеми этими штуками где-то там у нас сейчас опускается лапа да это не очень удобно я считаю что было бы очень неплохо делать эту панель вот смотрите видите открывается кузов открывается у кузова давайте выключим выключим так опустился хорошо в общем понятно где-то там у нас работает лапа я предлагаю ее пока не трогать в общем да есть такое ручное управление все вы прекрасно знаете как реализованы грузовики для перевозки мусора но я считаю что эту панель можно было бы сделать с этой стороны пользоваться мы этой панелью сегодня в обзоре не будем потому что это крайне неудобно если бы она находилась этой стороны мы бы с вами по крайней мере видели как опускается рычаг как он захватывает мусор как он переворачивает этот мусор в кузов и возвращается обратно но тикси посчитал что лучше сделать это с другой стороны тем не менее реализма мы добились а точнее автор всего творения и это самое главное мы не хотим сейчас донести вам о том что здесь как-то все сложно устроено какие-то подвески какие-то механизмы само транспортное средство очень реалистично выглядит управление достаточно простое весь акцент у нас на кузов и на лапу ну и конечно же на реалистичность движка собрана так нам это больше не нужно мы сворачиваем панельку и естественно закрываем теперь эту секреточку ручное управление давайте попробуем прокатиться на этом грузовичке посмотрим как он себя чувствует на дороге закрывается это все дело мы отдалим сейчас камеру немножко и попробуем попробуем проехаться едет он медленно но вы только посмотрите как это классно выглядит он реально крут я не перестану восхищаться он действительно классно сделан тикси потратил на него много сил времени и тем не менее мы получили вот такой вот классный грузовик посмотрите как он едет это круто сейчас мы сделаем кружок я не буду наворачивать здесь поэтому плоскому миру сами вы понимаете что ничего хорошего из этого не выйдет и хотел бы я вам сообщить друзья что скреп механик как я уже говорил ранее но видимо не договорил есть проблема с нагрузкой на движок когда мы рассыпаем какие-то предметы у нас происходит падение кадров в секунду фпс да как мы привыкли его называть и игрушка начинает очень сильно лагать я хотел бы чтобы вы себя чувствовали как можно комфортнее при просмотре этого видео поэтому мы сделаем следующее смотрите открываем дверь выходим как вы понимаете сейчас мы будем тестировать прямое назначение этого грузовика и я хочу вам показать и рассказать предысторию всего этого действия значит у нас есть два мусорных контейнера я поднимаю лифт и мы видим что в левом контейнере у нас есть кубики которые я так понимаю из дерева да и правом контейнере у нас есть трубы шарнир или как они там правильно называются я уже не помню вот они да в общем вот такие вот трубочки и подобные вариации их собственно этих самых трубочек когда я высыпал один из контейнеров независимо от того какой я беру у нас происходит резкое падение сейчас чтобы вы понимали где-то 58 60 кадров в секунду у нас показывается видео как только высыпал контейнер в кузов это все очень резко падает но это уже не моя вина это не вина тикси это да это даже не вина разработчиков но я очень надеюсь что они это пофиксят потому что ну невозможно невозможно все уже люди которые играют в эту игрушку стали от этой приблуды постоянно это мешает это создаешь игрушка сама по себе направлен на то чтобы создавать какие-то сложные конструкции но как только ты немножко перебарчиваешь с кнопками с коннекторами подшипниками марте амортизаторами и количеству предметов находящимися в рознь друг от друга вот как например мусор до кубики по отдельности лежат все это начинает очень жутко лагать поэтому я предлагаю сделать следующее мы сейчас возьмем нашли поставим его где-то вот здесь поднимемся и попробуем часть мусора просто убрать убрать и я предлагаю оставить внутри кубика честно говоря не знаю что из этого хорошего получится но мы попробуем это сделать ну может быть не 3 ну пяток наверное не больше если опять начнутся какие-то проблемы я постараюсь не постараюсь а скорее всего уберу все эти кубики которые у нас валяются вот таким вот образом по отдельности друг от друга для того чтобы вы продолжили дальше комфортно наблюдать это видео иначе мы ничего не сможем сделать это будет все очень печально и очень грустно так у нас остается ну давайте пять кубиков оставим вот видите какова профессия у нас нам для того чтобы все это засунуть куда-то грузовик нужно покопаться в мусорник и выбрать какие-нибудь хорошие вещи возможно предпочтительно я не знаю я не знаю но движок не позволяет нам развернуться на полную приходится в такие рамки себя вгонять и ничего хорошего из этого не происходит так ну давайте возьмем коннектор у нас там зеленый цвет должен быть вот мы его выбираем а то я как-то немножко неправильно все это сделал кнопочка q кажется у нас берет зеленый цвет не тот зеленый цвет где наш зеленый цвет может быть вот это да епта и не он может быть вот это да какая разница да друзья наверное это был он только он как-то по-другому развернут я не знаю по-моему это даже не тот материал который был ну ладно я думаю что в принципе тоже будет неплохо хорошо сколько у нас там пять кубиков кажется есть так ладно попробуем сейчас это сделать по нормальному видите есть трудности есть трудности и тут уже даже не моя вина ничья вина просто это так почему-то происходит так давайте его для начала протестируем я отъеду для начала назад и покажу вам как это работает по отдельности не без контейнера без мусорника значит кнопочка номер один нас открывает закрывает левую дверь водительскую кнопочка номер два открывает закрывает у нас пассажирскую дверь с правой стороны кнопочка номер 3 поднимает наш кузов вот он поднимается это будет выгрузка и кнопочка номер 7 это кнопка которая отвечает за открытие заднего борта вот таким вот образом и прикрин при нажатии на кнопку 3 у нас этот кузов откидывается мы высыпаем мусор и естественно уезжаем все достаточно неплохо сделано классно классно реально классно друзья так ну и на что стоит обратить внимание самая важная часть всего всей конструкции это кнопки 456 кнопка 4 у нас опускает лапу вот таким вот образом кнопка номер пять у нас опускает это колено которая по идее которым по идее мы должны вот этим двойным зажимом захватом мы должны попасть в те самые дырочки в ручке на мусорном ящике да немножко нетрадиционная система захвата но тем не менее она работает если все правильно сделать и кнопка номер 6 давайте вам покажу поближе вот прям вот так вот под виду кнопочка номер 6 видите она разжимается тем самым за счет бага удерживая мусорник на этом зажиме мы поднимаем мусорники высыпаем мусор вот таким вот образом убираем это все дело нажимаем кнопку 5 колено возвращается у нас обратно кнопка номер 4 возвращает рычаг в исходное положение сейчас мы будем подъезжать не брать мусорник я очень друзья надеюсь что лагать это не будет если будет мне придется убрать просто сети кубики скорее всего из кузова и суть то я вам в принципе донесу как этот мусоровоз работает но из-за того что происходят такие лаги это уже вина движка ну не знаю не хотелось бы виноватись конечно разработчиков но тем не менее что-то здесь явно не так вы и сами прекрасно знаете эту игру наверняка побольше чем я я не знаю почему так происходит так отдаляем грузовик для того чтобы нормально припарковаться вы знаете как паркуются мусоровозы во дворах вот примерно то же самое происходит сейчас со мной так остановились мы предпочтительно напротив нашего ящика в котором лежит 5 кубиков чисто условно друзья будем считать что это наш мусор кнопочка номер 4 опускает эту ручку этот рычаг кнопочка номер 5 опускает наш зажим ага я промазал вернее даже вот так наверное кнопочку номер 5 и будем попадать уже готовой конструкции опускаем чуть-чуть дадим вперед вот так отлично друзья как рука в рукавицу попали мы этим зажимом взяли мы мусорник а теперь вы помните кнопочка номер 6 у нас разжимает эти трубки и мусорник у нас захватывается удерживается сейчас fps чтобы понимали 82 кадра в секунду это достаточно хороший результат но как только начну поднимать мусорники мусорник высыпет эти все предметы которые в нем находятся в кузов вот здесь начнутся чудеса я очень я очень надеюсь что этого не произойдет но тем не менее будьте готовы к тому что это возможно теперь кнопочка номер 4 поднимают наш ящик все отлично это работает смотрите как хорошо и кнопочка номер пять у нас переворачивает наш ящик вот таким вот образом отлично отлично друзья у нас высыпался мусор нажимаем снова кнопочку номер пять мусор возвращается в исходное положение нажимаем кнопочку номер 4 оставим его обратно на платформу ну где он там у нас стоит нажимаем кнопочку 6 у нас обратно сходятся наши зажим наши зажим нажимаем кнопочку номер 4. Тихо, тихо, тихо. Но вот так вот, да, нужно потрусить, как обычно это происходит в наших машинах. Смотрите, мы его даже относительно ровно поставили. И кнопочка номер 5 у нас возвращает наш рычаг в исходное положение. Все отлично. Я думаю, что мы с задачей справились. Давайте отсюда уезжать и куда-то отвезем наш мусор и попробуем его выгрузить. Наш мусоровоз едет, водитель счастлив, все хорошо. Он забрал мусор и сделал счастливым ну, может быть, пару людей. Меня, например. Потому что если под моим подъездом частенько забирали мусор, а не так, как его забирают, я, например, был бы счастлив. Но этого почему-то не происходит. Так, ну, допустим. Допустим, чисто условно. Не очень подходящая карта для всего действа, конечно. Ну, чисто предположим, мы приехали на свалку. Разворачиваемся, сдаем назад. Где-то там у нас карьер, городская свалка, где-нибудь за городом. Подъехали, сдали назад. Немножко отдалим камеру. И что мы делаем? Мы кнопочкой номер три поднимаем кузов и одновременно открываем борт. Три и семь. Вот таким вот образом. И наблюдаем. Я надеюсь, что кубики у нас высыпятся. Да, смотрите, друзья, кубики покатились, покатились, покатились. И один остался. Ну, как всегда, друзья, излишки они как бы остаются, вы же знаете. Но он катится, он катится. Сейчас это все у нас выгрузится. Ай, какого хера ты не выгружаешься, господи. Давайте еще раз попробуем. Я надеюсь, что получится. Может быть, попробовать газануть вперед, и тогда все будет хорошо. Да, смотрите, он пошел вперед. Мы высыпали остаток мусора. Закрываем задний борт. Опускаем наш кузов. Все, друзья, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно куда-нибудь в то место, где находится стоянка мусоровозов. Все вы прекрасно узнаете эту модель. Все вы прекрасно знаете этот дизайн. Наверняка вы очень часто видели подобные машины у себя в городах. Имеется в виду страна Россия, Российская Федерация. В основном там такие мусоровозы. Да и модель, в общем-то, не зарубежная, скажем так. Ну, блин, он выглядит реально идеально. Просто все круто. TXC, спасибо тебе за обзор. Грузовичок реально эпичен. Я его приближу вперед, друзья, чтобы вы осмотрели его со всех сторон, как это все выглядит. Выглядит это действительно сногсшибательно. Я очень рад. Никогда не думал, что я буду восхищаться мусоровозом, но я, черт возьми, я им восхищен. Он реально крутой. Вы только посмотрите, как он сделан. Друзья, я надеюсь, вам понравилось. Как я уже говорил, обзор, конструкцию на обзор нам предоставил подписчик под ником TXC. Ссылочку на его страничку ВКонтакте я оставлю. В описании все как обычно. С вами был Юрий Кот, а пока, мои хорошие, всем до скорых встреч, до новых видео и пока.